...линии сейчас, ребята. Мне кажется, что это серия Свеном может быть для Бёрнинга. Свен? Свен. Ну, мы очень много физы. Нет, Хускар это будет для Бёрнинга. Или не для Бёрнинга. А может это всё-таки Хускар в мид, тимберно сложную? Нет, Аопи мидер. Ага, да, всё-таки Легионка берёт, Аопи берёт себе Легионку. И ребята разбирают героев. Сейчас я надеюсь, что кто-то в Твиттер отписал фидбэк по звуку. Нет, ну что же такое? Как же мы теперь будем... Вот, 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 пришло сообщение. Хорошо слышно, всё. Большое тебе спасибо. Я надеюсь, правильно прочитаю твою фамилию Ягольницкий Никита за фидбэк по звуку. Вот. Отлично, слышно хорошо. Так что... IG хотят быстро заканчивать эту игру. То есть не быстро, они хотят преимущество захватить, там их в 20 минуте уже пить и ломать. Пытаться ломать. Потому что есть Джакира, есть Хускар под Веспом, который очень трудно пробить. Легионочка как раз-таки со своими там пресс-зоатаками. Тимбер толстый. Не буду давать стим FTD клуб себе, типа, пытаться раскачаться этой команде. Потому что в ЛАТе IG делать нечего здесь. Их убьют просто. Третьих коры жестких. Ну, в принципе, для того, чтобы захватить преимущество как раз, у IG пик очень-очень хороший. Ребята из FTD должны сначала получить какие-то айтемы. Тот же Блодстоун на Штарме, на Дроу Рейнджер, этот Драгон Лэнс, что-то там еще, как-нибудь Манда Стайл. А Хускару что ему нужно? Ему нужен Армлет, и дальше уже под Веспом, в принципе, остановить этого персонажа очень-очень сложно. Много слишком надо потратить на то, чтобы остановить Хускара просто, а здесь вместе с Веспом надо потратить просто в два раза больше. Очень-очень хороший итем соберет Хускара, наверняка себе. Ну, он соберет себе Армлет, понятное дело, да, он соберет себе Демернатор, Аджор, который мы must have. И потом он соберет себе Алибарду. И Алибарда, это тоже очень крутой артефакт, будет против одного из как раз-таки коров FTD Club C. И, кстати, посмотри, они отправили Тимбера все-таки в Мид, то есть Легионка у нас Хард. Они потом поменялись героями и сделали все-таки, как я думала. Ну, я вот все-таки, я удивилась, потому что Тимбера сейчас сложно, редко, когда ставят, даже там с Джокира с Веспом, все-таки ему там тоже левел нужен и так далее. Очень интересно, как себя будет вести Миск. И уловит у нас этот Фюзблат, будет у нас на Джокира. Вряд ли, его же куда-то отпустят. И Войд забирает у нас очень крутой, на самом деле. Ой-ой-ой, если кликает, 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 кликает. Да-да-да. Ты что-то меня оставил, Фюзблат. Ах ты, ах ты, какой плохой. Смотри, чуть-чуть, просто пара пикселей не хватает, чтобы опсервирует разбить. Ой-ой-ой. Ну, забавно. Ну, я думаю, что Шторм немножко расстроился. Ну, там просто Старм... Шторм очень пул гадают. Вообще у нее все печально. Нашли все-таки. Опс. Что происходит у этой команды? Драка за фарм. Не могут определиться, кто более, кому фарм более нужен в данном случае. Фюзблат заберет, как в паблике вот этот клик начинает. Ты что, мой Фюзблат забрал? Я же Кор, там, все дела, ты, Флейнер. Потом за этот вар тоже. Сейчас атаку отменяли. Ну, вообще, с одной стороны, я бы, может, на месте Шторма тоже немножко покликала. Все-таки, если здесь будет дабла против него Тимбер и Висп, Шторму будет достаточно сложно. И так, ну, вроде пока Висп у нас перетягивается на бот, поэтому будет соло-линия Шторм против Тимбера. Плюс у Шторма, конечно, будет пассивка Дроу Рейнджера, так что все будет у него более-менее неплохо. Шторма 72, так. 72. Пусть не жалуется, скажем так. Шторм уровень. Итак, Войт вместе с Рубиком стоят на данный момент против Триплы Висп, Джакира и Хускар. Как вы понимаете, здесь эта Трипла очень жесткая. Ну, даже если они там вначале не могут убивать Войда, они просто не дают ему подойти к репам. Вот, посмотрите. Он подошел, получил по щам. Он жил Флейнер, считаю. Он не Керри, не Кор. Поэтому для него это абсолютно нормально, что он будет терпеть на этой линии чуть-чуть. Они будут пытаться на себя, внимание, акцентировать все, чтобы Айджи с этой линии не уходили. Адровку будет фармить спокойно на сложной линии своей. Так, ребят, я еще забрала рамку, только убрала. Сорян, ребят, сорян, сорян. Это я с этим звуком пока разбиралась, про рамку забыла. Ну вот, и вот и мой выход с рамкой. Но всего лишь полторы минуты, Лост вообще игру стримал, так что я нормально еще. То, что я сделал. По-моему, Лост с рамкой всю игру стримил. Ну, нормально с рамкой, красивее. Пошли. Да, что-то я сегодня лажаю. Ну, ладно. Драка за руну, которую должен, по идее, выиграть Рубик. Так и происходит. Поднял виспа, забрал себе баунти. На топе лежит у нас Аркейнру, но пока ее никто не забирает. Шторм Спирит 9 на 1 против 10 крипов у Тимбера. Даже чуть-чуть опережает Тимбер. Как мы уже говорили, у Шторма очень хорошая анимация атаки. На топе Легионка умирает уже хорошо. 6 крипов имеет. Даже 7 больше, чем у Вайда. Так что XSS пока, в принципе, может и не жаловаться. Дроу Рейнджа 3-й левел. 3-й левел Легионка. Вьючий Доктор делает потихоньку отводы. Пока вроде бы все более-менее ровно. С одной стороны у нас не фармит Войд. С другой стороны Легионка чуть лучше, но также не все идеально. В мите примерно ровно стоит, что Тимбер, что Шторм Спирит. И ждем, пока начнутся у нас какие-то активные драки, действия. Скорее всего, как раз на боте. Потому что, как я уже говорила, здесь достаточно агрессивная Трепла с Хускаром. Возможно, они просто таваются, хотят забрать как можно быстрее. Вообще, по идее, им это нужно делать. Как раз таки под Джокера, под его Ликвид Файр. Но туда пока целый стоит вообще целенький. Тысяча трестых хп не хапулечки не отняли. Так, что у нас на бете? 17-2 Шторма, 14-1 Тимбер. Но абсолютно ровная битва у нас, как и на предыдущей карте. Когда Легионцы с Тимбером стояли. Никто никого не может пробить. Все вроде неплохо. Мы притягивались. Посмотри, у нас Вичи Доктор вместе с Рубиком в смоках. И очень хотят попробовать забрать Тимбера. Ну, Тимбер у нас фулловый. У него на 3 пассивочка. Будет забрать его достаточно сложно. И вот... Не факт. Под Маледиктом-то не факт. Должен улетать отсюда, по идее. Вот еще одна баночка могла бы влететь. На самом деле, Шторма просто маны не было. Так бы, конечно, еще бы напихали бы этому Тимберу. Ну, и вот, посмотри, Тимбер выживает. Все-таки атака не получилась. Саппорты на этом не останавливаются. Точнее, Вичи Доктор перетягивается на топ. Пробуют они наверняка убить Легионку. Но сделать это, на самом деле, достаточно сложно. Потому что Иксес действует очень аккуратно. Он стоит по таварам. То есть, здесь придется по тавар давить. Если у нас телепорт, то виспа, например, телепортики есть. И вот висп, если прилетит, сможет засейвить. Висп, правда, пока второй левел. Но если слишком далеко побегут, то все может получиться. Рубик за спиной Шторма стоит пока. Без фрагов пока у нас карта протекает. Ну да, все просто фармят. Не получается выход в мид, на Тимбера не получился. Сейчас еще очередной будет выход, кстати, на Тимбера в мидл. Уже под ману на Шторме. Курьер еще придает. Визиту, Вактар. Визиту, Вактар. Визиту, Вактар. Ну, не получилось забрать Курьера, не получилось забрать Тимбера. Рубик дотянется, Рубик дотягивается, поднимает. Пошел Меледик. А сейчас все тут могут умереть, на самом деле, от этого Тимбера. Сейчас вот, на самом деле, должно хватить. Хотя вот какой же Тимбер? Не факт, не факт. У него очень жесткий реген. На первом, Меледик, но он вообще не пробивает. Он больше регенит, чем его пробивают. Это еще сюда и Виз прилетел полностью, Тимбера выхилял. И второй, скажем так, ганг в мид у нас от команды FTD проходит неудачно. На самом деле, был обмана у Тимбера, он бы мог еще там раскидать половину народу. Так, это и Виз прилетел, подхилял, скажем так. Вот сейчас Руну заберет на боте. Вот, третий левел. Ну, вот этот фраг в начале игры, который ему посчастливилось делать, попытается, возможно, сейчас хотел выйти забрать Руну. Однако там увидел Визпа, и уже Руна достается Визпу, забирает Руну Баунти. На топе дабл дэмэдж достается у нас Шторм, Спириту. И пока просто все фармят. Ну, у Хускара еще нет шестого левела, чтобы он так более агрессивно на того же Вайда мог под Тауэр прыгнуть и так далее. Просто стараются фармить, свои айтемы выносить. Когда уже появится Армлет и так далее, начнется более агрессия от команды IG. Пока здесь у Визпа очень-очень маленький левел. Второй левел, у Джекира четвертый. Ну, Джекира еще... Ну, просто на линии здесь отводы делают, поэтому получает. А Визп просто ходит, и поэтому левел у него, скажем так, не самый лучший. Нет, у Джекира неплохой левелок. Да. Могло быть и хуже. В Бернинга буквально остается чуть-чуть Армлета, просто чуть-чуть. Так, кто у нас на топ прилетел? Визп. Визп на топ. О-о-о-о-о-ой, ну и успевает. Успевает. Вообще очень здорово. И дрейка для XXS. Очень здорово все вышло, потому что, во-первых, у Легионки суперкрутой левел. На меде внизу с дабл дамажем забирает как раз-таки Хускар у нас. Очень хороший тайминг, не дал ему Бернингу дофармить этот Армлет. Ну, вообще, на самом деле, он реально молодец. Даже пришел без какого-то хроносферы у Вайда и получилось забрать. Все-таки дабл дамаж помог. Джекира ничем помочь своему Хускару не смог. Визп как-то только улетел на топ. И вот получилось все сделать достаточно четко. В это время Рубик в миде пытается получить левел, пока Шторм Спирита румит, гангает и так далее. У Шторма, кстати, реально все здорово. У него 41 крип, он один фраг сделал, один ассист имеет. Сейчас именно Хускара, то есть он убил. Соответственно, достаточно много золота, получил 300 голды. Давайте переключимся на Нетворцы и увидим, что у меня была права с Шторм на первой позиции по фарму на данный момент. Дальше идет Тимбера, Хускара и Легионка практически вместе. Вот только вот Шторм у команды FTD, скажем так, выделяется. А дальше идут сразу же три героя команды IG. Так, возвращается Висп на бот. И у Хускара должен быть уже шестой левел. У него шестой левел имеется. А в это время Легионка в Соло расправляется с Вайдом. Как такое вышло? К сожалению, я не поняла. Через дуэльку как-то подставился. Попал на ОДы, наверное, в большой пачке крипов. И просто сразу на дуэль. Не рассчитал свой ХП, что так могло произойти. Дуэль не выиграл, однако в любом случае Соло фраг для Иксеса, который стоял против достаточно сложной линии. Как вы понимаете, Дроу Рейнджер и Вич Доктор, они просто его тычками постоянно гоняли. Но на данный момент у Иксеса девятый левел на восьмой минуте. Это, как считается, хардлайнер. Ну вот если мы по сравним с Вайдом, который типа тоже как хардлайнер, у него на данный момент шестой левел. То есть на три левела сейчас хардлайнер команды IG опережает хардлайнера команды FTD. Так, что у нас в миде? В миде, опять же, вот посмотри, у нас хардлайнер IG выигрывает. Тимбера в миде несколько раз пытались гангать, не получилось. То есть Тимбера все тоже хорошо сейчас. По фарма они сошли в фарм. Дровка один раз погибала. То есть опять же, Хускар, правда, тоже, кстати, один раз погибал. Так что у них примерно должна быть одинаковая ситуация. По чуть-чуть, по чуть-чуть, где-то по каким-то микроспектам IG переигрывает сейчас вот это начало игры. И Легионка вроде убивает, и Дровка умирала. Смотри, сейчас хотят забрать Хускара. Очень, очень вовремя отошли, прям супер вовремя. И у Шторма, конечно, если что, имеется телепорт, то есть он тоже может там помочь своим ребятам. Но пока ему и в миде хватает развлечения с Тимбером. Тимбер без маны пока находится. Приносит тебе Солу Рин, конечно, будет собирать Блэдстоун. На топ делает телепорт у нас Рубик. Рубик пятый левел. Легионка уже практически десятый. Тоже, как в предыдущей игре, будет собирать себе Армлет. Возможно, Шторм попробует... Вот, кстати, возможно, они могли бы попробовать того же Легионку вместе с Рубиком убить как-то. Если еще какой-то саппорт прилетел. Шторм Паракоцин достаточно неплохо. У него Хейст имеется. Хускара подфармилась здесь, я так понимаю, были стаки какие-то. Шторм побежал куда-то. Полетел! Полетел на Виспа. Сейчас будет убивать Даминс Висп. Нормально. Висп там третий левел. Он вообще никак от этого Шторм Спирита уйти не может. Тем более у Шторма был Хейст. Так что изи фраг для Шторма. Второй фраг для него. Легионка с Армлетом. Очень все круто на самом деле у него. Еще сейчас Тауэр будет забирать. Да, еще Тауэр для Легионки. Еще тысячи голды сверху. Все очень круто на самом деле у Икс Эксесса. Сейчас скоро Даггер будет выход вниз у нас на Хускара. Ставится Хорносфера. Успевает завязать у Нормлет. Покой плохой. Спас на самом деле. Писп. Отхиливает. Увез. Минус Джек. Ты вообще-то видишь, куда он его вывез? Да, он его вперед просто вывез. В атаку. Он просто не там на базу, а именно он понимал, что сможет отхилить. И в принципе сейчас отхилился Бернинг. Они добрали Дроу Рейнджер. Забрали Вич Доктора. И вполне вероятно, что сейчас будут пытаться забрать Тауэр. У Вайда нету Хорносферы. Еще 113 секунд только что была потрачена. Хорносфера была потрачена в пустоту. Вот как раз очень здорово здесь был взят Виз против Вайда. Ой, Вайда могут ловить. Айс Пасс? Айс Пасс? А что так поздно-то? Айс Пасс? Ты же видел, куда он длинканулся? К Хью. Ну, ошибочка, ошибочка от Хью. Он точно был не в кулдауне, да? Наверное, просто думал, что его покажут. Нет, он не в кулдауне был. Он просто... Боялся, может... Скорее всего, просто боялся промахнуться. И в это время, кстати, в миде все-таки забрали Тимбера. Наконец-то ганг был удачным. Однако на боте в это время забрали Тавер. 4-4 счет. Опять не так много фрагов у нас. Но что по графикам? По графикам преимущество около 4 тысяч. У команды IG по золоту, по золоту, по золоту около 5 тысяч. Для 12 минуты это на самом деле хорошие цифры. Как, в принципе, итог того, что такой в перефарму легионки. Как вы понимаете, стоя на сложной, а на данный момент легионка находится на первом месте по фарму. Вообще обгоняет и своих, и чужих героев. Даггер на 12-й минуте у нее. Даггер армлет. Это очень хорошие тайминги. Иногда такое, в принципе, у соло линии не всегда бывает. А здесь прям у хардлайнера. Ну и теперь Бернинг вместе под Веспома пытаются забрать Рошана. Рошана они должны забрать. А вот попробуют ли FTD это дело как-то остановить. Они, в принципе, могут. Но один из минусов того, что у них до сих пор нет хроносферы. Рошан. Без хроны вообще-то драться очень трудно. Очень трудно драться без хроны. Пытается выход сделать на фью. Да нет, Рошан уже падает. Никуда не здесь. Им надо уходить. Можно стревать минус фридом и, скорее всего, это будет под дуэль, куда зарабатывают. Они еще и Вичи Доктор отспанули. Вичи Доктор должен отправляться в таверну. Получается забрать Веспа на развороте у Шторм Спирита. Ну и Шторму надо отсюда улетать. Войт с хроносферой. Его сейчас должны... Ну, за ним, в принципе, сложновато драться. Потому что регионки в кулдауне дуэль. Поэтому XXXXS не хочет за ним уйти. Правильно поступает. И они и так замес выиграли. Потеряли только одного Виспана на двух героев команды FTD. И Рошана они забрали. Выход на легионку. Пиорнинг. Ой, а легионка-то еще. Ищет минус джек. Это минус джек. Это, скорее всего, нет. Сбить нечем. Или успеет. Успеет забирать. Хороший кулд у нас от имбера. Хватает демеджа. Хватает демеджа. И это минус два. Дабл килл для Тимбера. Все получилось как нельзя лучше для команды IG. И уже мы видим три их героя. Три корт-героя команды IG. В топе по Нетворцу. У них все просто великолепно. Легионка в два раза больше нафармила, чем Войт. Мы сейчас еще на дуэлечку еще пословили у нас в Шторм Спириту. Мне кажется, это был бы конец уже. Не получилось. Все, не клеится как-то у нас в ФТД Клапси. Ну, они вот, знаешь, вот даже если посмотреть в целом, не сказать, что они там просто супер много фидят и так далее. Вроде бы Шторм Мид стоял хорошо, да? Вроде бы саппорты пытались выходить на того же Тимберс. Пытались помогать. Линия, вот опять же, Дроу Рейнджер и Вич Доктор, она достаточно жесткая. То есть, они как-то сами много легионки отдали. А сейчас просто на классе переигрывают. Войт вроде бы не фидел на линии, но опять же Войт просто не смог задоминировать на линии, что смогла сделать легионка. Однако легионке в этом моменте помог Висп. За хроносферу никого не получалось забрать. И сейчас ребята из IG на 14-й минуте просто заходят на ХГ к ребятам из команды FTD. Тавр потихоньку начинает падать. Есть, конечно же, Глиф, но у Бёрнинга имеется. А Егес есть Висп, который готов своего Бёрнинга и подхилять, и на базу, если что, отвезет. Поэтому... Кстати, обрати внимание, что Хускар у нас качается без ультимейта. Да, я думаю, ему не нужно. Он не хочет никого прыгать. Это может быть грамотная раскачка на самом деле. Он лишний как раз этот атрибут взял себе для вот этого хила или для пассивки. Он просто ни на кого не хочет нападать. Он хочет, чтобы нападали на него. Он говорит, на, ребята, нападайте, попробуйте на меня напасть. Я вам покажу сейчас. Хорносферы нету. Мы прекрасно помним, что она только что была проюзана снизу. 25 секунд еще кулдаун. И вот, наверное, до этого момента они будут у нас в ФТД нападать. А за это время как раз IG захотят снести все. Не, они просто ничего не могут сделать. Ой-ой-ой, Войт, ну как ты зашел? Ну зачем ты вообще сюда идешь без этой хорносферы? Очень крутой вард еще на самом деле поставлен у нас от IG. Вот этот вард, по нему было все видно прекрасно. Даже, если хотели бы, он хотел обойти, может попробовать там замотить, на какие-то сплы развести. Но вот этот вард все это дело просто законтрил на корню и падает первая сторона на 16-й минуте. Ну, очень рано. Тут добавить ничего нельзя на самом деле, потому что просто ребята из IG переигрывают, смотрятся сильнее. Не сказать, что FTD плохо играют, там очень много фидят, на линиях там фидили. Нет, такого всего не было. Просто ребята из IG по макроигре реализуют свой пик хорошо. То есть команда IG, они хотели, как мы с тобой говорили, захватить быстрое преимущество. У них это получилось сделать. Они по линиям отстояли хорошо, они забрали рана Рошана и теперь просто не дают ребятам из FTD напармить свои артефакты. То есть та же дровка, о чем мы говорили, ей там нужен будет начальный драгонлендс. У нее ни драгонлендса, ни лотара пока нету. У Шторм Спирита опять же нет того же Блотстоуна еще. Несмотря на то, что Шторм, кстати, ни разу не умирал, и вот он продолжает держаться хотя бы наравне с тем же Тимбером и так далее, что очень круто. Для Сиди нужно было что-то вначале делать, как-то пытаться ходить убивать. Они пытались, они пытались, у них просто не получилось. с Тимбером, а с Тимбером не нужно было это делать. Самая главная цель у них была это как раз-таки Хускар, чтобы его убивать, потому что от него все зависит. Если он, получается, это быстро армлет, он идет тебя ломать, а не Тимбер. Ну, у них саппорты были слабее на линии, то есть вот Хускар, Джакира и кто у них был вместе с Виспом, они смотрели с ногового сильнее, чем Войт, Вич-доктор и Рубик, потому что, ну, просто Войт подходит, сразу получает несколько тычек, а тот же Вич-доктор с Рубиком приходится отступить, потому что нужна какая-то помощь одного саппорта на топе, что сейчас Вич-доктор и делал. Рубик... Ну, если ничего не делает, тогда вот получай то, что есть. Они вроде, они ничего не делали, они просто не смогли, не смогли сделать ничего, то есть они... Хроносфера. Так, хроносфера, кстати, не такая плохая. Забирают виспа у нас теперь должен улетать. Заберет еще УПи, скорее всего, да, забирает УПи, уже неплохо. Где там у нас Хускар? Один там против всех, а нет, не Хускар, там... Легионка. Легионка. Легионка дерется один против всех. Забирают у нас... Шторма, Берник добирает уже превосходство, Дроу-Рейнджер приобрела себе лотар, попытается кого-то найти. Ну, очень здорово получилось, что забрали виспа, если бисп еще отхилил ребят, то это был бы вообще конец. Они забрали тавр, Барак чуть-чуть не забрали, Барак отрегенится. Надо подождать, пока арестнется Легионка вместе с Тимбером, и дальше идти по Миду, почему бы и нет, потому что пик, в принципе, у них такой, что они могут себя позволить, даже несмотря на то, что сейчас чуть-чуть фиданули, они, скажем так, все равно в следующую сторону заберут, а FTD против этого драться не смогут. Либо бы, как вариант, в принципе, можно дофармить Тимберу какой-то там свой блатстоун, да. Хускар, уже прилетел ему Алибарда, Даршан еще достаточно долго, поэтому можно на топе последний внешний тавр разобрать, его вряд ли захотят для FTD. Нет, они прекрасно понимают, что сейчас колдаун хорносферы, это самое, наверное, главное заклинание, которое работает против IG, и они просто сейчас соберутся пятером, пойдут по Миду, плюс еще дабл дэмочку, Скар находит, ой, какой бус сейчас будет для него. Ну, глифа нету, хорносферы нету, сейчас просто на халяву будут заходить и ломать. Клапсе они просто не смогут защищаться, они просто будут смотреть, как барыки падают. Поднимают у нас Кускара, но сделать с ним ничего нельзя, неплохой Аспас, подходит туда Тимбер, раздает рассказ, Легионка прыгает, дает дуэль Вич-Доктора, Вич-Доктор должен погибать, однако достаточно много дэмэджа впитывает Легионка, Легионку получается забрать размин пока 1-1 Вич-Доктора на Легионку, проблема у Шторма, но Шторм все-таки уходит, должны падать уже бараки, Тимбер, кстати, также сгорел, неплохо. Это странно, ребята, это IG, вот у вас есть все, чтобы просто снести бараки и уйти, не потерять никого, нет, вы лезете по Тир-4 ТВРА и пытаетесь кого-то убить, одного Вич-Доктора меняете на двух коров, на самом деле, которые идут у нас в топе, потом второе, четвертое место по Нетворцу занимают, и даете подкомбэч, на самом деле, команде в Тиди Клапсе, ну, хотя бы чуть-чуть. Они барак все равно снесли, поэтому сейчас им барак снесли. Две стороны минус на 20-й минуте, это очень много, чтобы что-то перевернуть. Ну, все равно с Икси героями, с героями в Тиди Клапсе, они могут и без вот этих двухсторонных играть. Ну, знаешь, если бы это было на 30-й минуте, то, может быть, попроще было, а тут на 20-й минуте минус две стороны, это все равно, перевернуть прямо в таком моменте. И там это уже какие-то появляются, вроде денюжка там после этого камбэка тоже есть. Сейчас, может, еще одна какая-то драка пройдет, как раз-таки через хорошую хорносферу, и гроза тянется у нас. Еще одна алибарда появляется у нас на легионке, тоже, в принципе, неплохой выбор. Две алибарды лучше, чем одна. Ну, теперь надо просто подорвать драку. Ты за провод дракуешь, или ты на барабанах играешь? Что у тебя происходит? В смысле? Ну, у тебя стук такой. Да, это, возможно, я просто ногой трясу так. Да, вот не надо так трясать. Хорошо. Не нервничай. Так, в миде у нас начинается замес. Спанули Хускара, поставили на него хроносферу, однако вискру оттуда увозят. Просто красавчик стоит Дезварта от Вич-Доктора. Дуэльку выигрывает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...